Центральный вход бассейна, а яхта пока закрыт не только для посетителей. Директор Михаил Самойлов приходит сюда с черного хода, привычно преодолевая два этажа, чтобы лично проследить за ходом строительства, решить вопросы по установке оборудования. Это спортивное сооружение отвечает всем требованиям и стандартам, предъявляемым к подобному роду объектам, как в рамках безопасности и современности оснащения, так и в вопросах доступности для маломобильного населения. Для тех, кому сложно передвигаться, установлен лифт. Удобно будет посетителям не только в этом. Полы в плавательном зале с подогревом, скамеечки тоже. Чаша уже готова к эксплуатации. Ее объем 470 метров кубических. Осталось залить воду. Чаша бассейна по размерам соответствует олимпийским стандартам. То есть длина нашего бассейна 25 метров, ширина 11, глубина в мелкой части 1,20 метра, в глубокой части 2,20. Борта бассейна будут оборудованы стартовыми тумбами. Бассейн разделен на 4 плавательных дорожки. Вместимость каждой дорожки по 8 человек. Следовательно, полная вместимость единовременная – 32 человека. Михаил показывает не только места общего пользования, но и тренерскую, комнату для отдыха персонала, собственный кабинет. Это тоже важно для бесперебойной работы бассейна. Планируется, что он будет принимать посетителей ежедневно по 12 часов, чтобы времени для посещения хватило всем. Работы по строительству идут в завершение. Но уже сейчас понятно, проект для небольшого района, дорожки, и если бы не настойчивость главы района Ишмурата Гайнудинова, он не был бы реализован. Всю масштабность и ценили гости, в числе которых мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Этот бассейн, ну, он абсолютно городской бассейн. И это прекрасное сооружение с новыми совершенно техническими и планировочными решениями, с панорамными стеклами, через которые можно будет смотреть на улицу в холодные морозные дни. Сам по себе факт плавательный бассейн, крытый, который полноценно работает круглый год, на северной территории, казалось бы, зачем? Пусть люди едут отдыхать куда-то за пределы. Нет, этот человек думает о том, что здесь, именно здесь, надо создать современный комфорт, современную среду, современный, не уступающий, а во многих случаях, может быть, превосходящий городской уровень столичного города, сервис, который необходим. И хотя внутри еще кипит работа, благоустройство территории завершено, разбитый клумб и уложена брусчатка, а за забором начато строительство большого спортивного комплекса. Возведен он будет, как и бассейн, по программе софинансирования двух бюджетов – краевого и районного. Наталья Колесникова, Артем Позняков, Северонесейская информационная служба.